Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Опасный транспорт. В Барнауле участились дорожные аварии с участием мотоциклистов. Агрессия солнца. Правда ли, что мощные магнитные бури стали происходить чаще? И как это отражается на самочувствии людей? Качество газона снова оценит комиссия. Когда большой футбол вернется в столицу края? Следственный комитет России заинтересовался Барнаульским домом, в котором обвалился потолок. Инцидент произошел 8 мая по улице Кулагина, 23. Проверку информации о нарушении прав граждан поставил на контроль Александр Бастрыкин, сообщает информационный центр Следственного комитета России. Дом 1949 года постройки – это общежитие с общим душем и туалетом. По словам жильцов, ремонт делали почти 20 лет назад. А крыша двухэтажки постоянно течет. Буквально неделю назад она обрушилась. Хорошо, никого видеть не было. Просто обрушилась на лестничный пролет. И образовалось прям отверстие большое. Было видно небо. Но вот сейчас я не знаю, кто кто-то за выходные, видать, заложили досками. Но это небезопасно. Это совсем небезопасно. Администрация Барнаула опровергла информацию о самопроизвольном обрушении, сообщив, что управляющая компания провела ремонтные работы. А именно демонтаж стукатурного слоя и замену чердачного перекрытия на лестничной клетке. Ведомстве также добавили, жители дома по вопросу признания дома аварийным в межведомственную комиссию не обращались. Ситуацией помимо Следственного комитета заинтересовалась и Краевая прокуратура. Между тем, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Прокурор Алтайского края назначил проверку по факту гибели ребенка на воде. Трагедия произошла накануне в селе Троицкое. 11-летняя девочка во время прогулки с подругой зашла в реку, большая речка, и не смогла выбраться на берег. Ребенка пытался спасти 51-летний рыбак, который находился поблизости, но, к сожалению, мужчина тоже погиб. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности. Следственные органы Следственного комитета в очередной раз обращаются к жителям края не допускать пребывания несовершеннолетних вблизи водоемов без сопровождения взрослых. К другим темам. Барнаул сегодня утром оказался во власти пробок. Буквально колонны автомобилей двигались в направлении городских кладбищ. Туда же направлялись автобусы, проезд в которых власти Барнаула по традиции сделали бесплатным. Причина Радоница или Родительский день. Для православных это время поминовения усопших. На одном из крупных кладбищ Барнаула на Власихинском, где сегодня было по традиции многолюдно, побывала и наша съемочная группа. Многие горожане в Родительский день решили добираться до кладбищ на собственном автомобиле. На подъездах к ним пробки, а парковочные места забиты под завязку. У самого входа на Власихинское кладбище нам останавливаться запретили. Сотрудники ГИБДД отслеживают ситуацию по всему городу. Для православных на территории кладбища в часовне провели молебен. Вера в существование вечной души дает надежду на помощь свыше не только религиозным людям, но и сторонникам любых философских или эзотерических учений. Легче становится. Правда, выходишь, какой-то вот прям хорошо побывал, как бы долг свой отдал. На могилу Николая Черкасова, писателя и поэта, родом из села Панфилово, приехали две его дочери. Вырваться сюда получается нечасто, поэтому убирать территорию пришлось на Радоницу. Не хорошо, а надо. Сестры делятся наблюдениями. Когда умоешь водой портрет на памятном камне, папа улыбается. Он как бы с юмором был. У него есть стихотворения есть такие немножко с юмором. Обычно то, что в детстве вспоминается больше. Детское вот это вот. Как он с внучкой общался, было очень смешно. Ушел из жизни Николай Черкасов уже в статусе члена Союза писателей. На его малой родине ежегодно проводятся черкасовские чтения. Существует даже литературная премия его имени. А книги хранятся в библиотеках края и даже издаются. Дочки Марина и Елена участвуют в памятных встречах. Мне кажется, им тоже это надо. Ну и нам надо, но и им это надо. Чтобы не забывались, чтобы вспоминали. Это же связь с родом. А род у них был очень такой. У них было 16 детей. Представляете? 16. И причем отца забрали на фронт. У живых осталось. Выжило как-то. Много же детей умирало. 9 человек до взрослого возраста дожили. И они все общались. До последнего. Люди не жалеют и денег на атрибуты для поминальных обрядов. Искусственные цветы. Свыше десятка продавцов предлагали самые разные варианты через дорогу от входа на кладбище. Пластмассовую жизнь несут к могилам по привычке, потому что так правильно. Но каждый, кто приходит сюда к своим родным, несет с собой нечто более ценное. Самих себя и вечную благодарность за время, проведенное вместе прежде. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. 23 мая землю накроет очередная довольно сильная магнитная буря. При этом последствия от последней, что произошла на днях, только начинают оценивать. По мнению ученых, она была экстремально мощной. Что происходит с солнечной активностью? И влияют ли магнитные бури на самочувствие людей? В следующем сюжете. Малиновая опь – фантастическое небо цвета маджента. Соцсети пестрят снимками яркого северного сияния, что случилось на днях. За красивейшим природным явлением, шутят комментаторы, теперь не нужно ездить за полярный круг. Вот небо над Яровым, а это Новосибирск. Впрочем, майские причуды из космоса можно было лицезреть практически из любой точки мира. Причина – повышенная солнечная активность и, как следствие, мощное магнитное буря на Земле. Да, тут непосредственная связь имеется. Когда солнечный ветер, эти заряженные частицы взаимодействуют с воздухом, с верхними своями атмосферы, мы наблюдаем северное сияние, так называемое. Институты прикладной геофизики уровень магнитной бури оценили как G5, то есть экстремально сильный. Такого не фиксировали 20 лет и уже оценивают последствия шторма. В Ленинградской области, пишут федеральные СМИ, наблюдали перебои с интернетом, повышенной нагрузке были подвержены космические спутники. А у некоторых барнаульцев геомагнитная буря сказалась на самочувствии. Магнитные бури, как-то вы их ощущаете? Ну да, сегодня утром голова болела. Вы это связываете с ними? Ну, думаю, да. Пришла домой, у меня прям носовое кровоотчение, давление скакнуло, головные боли. Прям беспокоит? Беспокоит, да. Слышал, что вроде бы в этом году пик какой-то, вспышка какая-то самая серьезная, но не ощущаю. О влиянии магнитных бурь на здоровье мнения ученых расходятся. К примеру, профессор технического вуза считает, что это больше самовнушение, которому подвержены метеозависимые либо мнительные люди. Солнце волнуется регулярно. При этом ученый признает, цикл активности планеты почему-то сбился. Раньше говорили об 11-летнем цикле, хотя вот последние наблюдения опять-таки говорят, что не совсем соблюдается этот период, происходят какие-то нарушения. К примеру, очередная довольно сильная магнитная буря на Земле, поделился специалист, ожидается уже 23 мая. Но в подобных природных явлениях, подчеркивает ученый-физик, нет ничего критического. Однако череда мощных магнитных ураганов, говорит ряд российских ученых, может повлиять на погоду. Летний зной будут сменять волны арктического холода. Сбудется ли их прогноз на такое вот странное лето, каждый из нас может проверить уже совсем скоро. Елена Макаренко, Алексей Фризин, День с толком. Опасный транспорт. И это можно сказать не только о самокатах. В начале весны в Барнауле зафиксировали 8 ДТП с участием мотоциклов. Какие последствия могут ждать невнимательных любителей двухколесной техники и как им помочь в первые минуты после аварии, знает Данил Кузнецов. Ну просто было по неосторожности, молодой парень, 20 лет, горячий, слегка выпивший. Залетел под машину. Это когда было? Это было 20 лет назад. На мотоцикле? Угу. Два дня назад в похожей ситуации не по своей вине могла оказаться и Анна, пережившая лобовое столкновение. Будь она как знакомой, на мотоцикле все бы закончилось плачевнее. Зачастую водители железных коней, помимо переломов позвоночника и сотрясений, получают кровотечение внутренних органов. Меньше шансов на выживание, по сравнению с автомобилистами, они обеспечивают и пешеходам. В черте города, да, если эта скорость обычно меньше, чем на мотоцикле, и пациент у нас обычно получает так называемые бамперные переломы, то есть когда автомобиль бампером бьет по нижним конечностям. Вот, и к этому всегда еще добавляется травма головы. Жертв ДТП в Краевой клинической больнице скорой помощи оперируют ежедневно. Мотоциклисты попадают на стол к хирургам стабильно раз в неделю. Однако оказать помощь могут не только врачи, но и неравнодушные очевидцы аварии. Прежде всего нужно убрать пострадавшего из опасной зоны. Нужно тащить либо импровизированные носилки, либо силами нескольких человек, чтобы обеспечить ему стойкое положение спины, то есть не сгибать, не разгибать, грубо говоря, это несколько человек подставляют руки и вот в таком положении его переносят. Далее нужно действовать по обстоятельствам. Если человек не подает признаков жизни, нужно аккуратно освободить дыхательные пути и сделать искусственное дыхание. После, если имеются навыки, можно попробовать непрямой массаж сердца. Кстати, пик аварии с мотоциклистами традиционно приходится на открытие сезона, когда асфальт не успевает прогреться и сцепление с шинами страдает. В Барнауле первые ДТП с двухколесными начали фиксировать еще в апреле. Однако в мае их стало больше. Уже в мае текущего года произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шесть человек. Из них двое несовершеннолетних. Один из мотоциклистов разыскивается сотрудниками отделения розыска городской госавтоинспекции. По словам врачей Краевой клинической больницы скорой помощи, любителей двухколесной техники от общего числа пострадавших в ДТП примерно 20-30%. Притом это соотношение достаточно стабильное на протяжении многих лет. Если не хочешь сменить два колеса, которые возят душу, на четыре колеса инвалидной коляски, то никогда не превышай скорость и всегда старайся надевать экипировку. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. Инспектор Алтайской таможни отказался от крупной взятки. Поощрение в виде 1 тысячи долларов намеревался передать 31-летний иностранец, который хотел ввести легковой автомобиль из Монголии без надлежащего таможенного оформления. Сотрудников предупредили о готовящемся преступлении. Сразу после передачи денег злоумышленник был задержан сотрудниками отдела по противодействию коррупции Алтайской таможни. В отношении взятка дателя возбуждено уголовное дело. К другим темам. По результатам российского опроса, в котором приняли участие больше полутора тысяч родителей, четверть из них хотят, чтобы дети в школах изучали китайский язык. Причем они считают, что его нужно сделать обязательным для изучения наравне с английским. Что об этом думают барнаульцы, узнавала наша съемочная группа. В принципе, позитивно отношусь. Но если у ребенка есть возможности, и время, и силы, и желания, то почему нет? Чем больше языков, тем лучше. Если как экзамен не делать, а как предмет просто учить, то, ну, я думаю, пару часов в неделю хорошо будет. Обязательно в порядке навряд. Мне кажется, лучше вот по выбору. Потому что, в принципе, английский плохо преподается в большинстве школ. Лучше туда упор сделать. И английский. Просто, возможно, будет такая же практика, как с немецким. Ну, зачастую на немецкий язык, ну, дети сами в школе подзабивали, так сказать. Вот, поэтому, ну, не знаю. Мне кажется, это просто будет непосещаемый предмет, возможно. Потому что язык очень сложный. Сами китайцы не могут выучить китайский на сто процентов. Да маленькая жизнь повернется. Может, и китайский пригодится. Он уже и сейчас помогает. Вполне в обиходе. Вообще, я учусь в лингвистическом институте, но на английском, французском, не знаю. Мне кажется, китайский очень сложный язык, чтобы учить его детям. Я из маленького города, из Камин-Наби, у нас даже английский нормально не ведется. Так что... Чем больше ребенок знает языков, тем лучше. Почему нет? С детства легко, не сложно. Я, как человек, который знает два языка, это легко с детства. Наши, ну, дети, а внуки будут вот такими. Ассимиляция с Китаем неизбежна. Ну и плюс учиться. Сейчас у них три, например, университета в топ-100 входят. Вот когда наш ведущий, там, например, МГУ, телепается на 200-м месте. Поэтому, конечно, да, факультативно пока, может быть, обязательно, не думаю, тут родители должны решать. А вот центр как бы обучения китайскому языку, я думаю, он или есть, или скоро будет в городе. В Барнауле назвали объект, который в следующем году благоустроят по нацпроекту. И хотя две недели назад все уже знали, кто стал победителем онлайн-голосования, теперь официально парку 300-летия Барнаула быть. За территорию, которая находится возле торгового центра Европы, свои голоса отдали более 9 тысяч человек. Еще недавно было сложно поверить в то, что огромный пустырь в перспективе может стать парком, у которого уже есть своя инициативная группа и дизайн-проект. Напомним, голосование проходило с 15 марта по 30 апреля. Всего в нем приняли участие 190 тысяч жителей края. Кстати, в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» будет благоустроено 125 объектов, 55 общественных пространств и 70 дворов. 19-летний барнаулиц Антон Воронин победил в международном конкурсе красоты «Мировая модель-2024». На днях парень вернулся из Москвы, где проходил показ, и привез с собой высшую награду Гран-при. Теперь он будет представлять нашу страну на конкурсе красоты на Филиппинах. С победителем встретилась моя коллега Мария Костылева. Буквально на днях прилетел домой в Барнаул с наградой, триумфом и короной победителя. Кстати, в модельной сфере Антон всего год. Говорит, узнал о конкурсе и решил попробовать. А вдруг? И вот получилось. К самому конкурсу готовился недолго, помогла уже наработанная практика. Проделана большая работа над собой. Например, балансировать между подготовкой и успехами в учебе не так уж и просто. У нас была подготовка не совсем-то и большая. Около недели, может быть, двух. И это все учеба, футбол, тренировки, зал, подготовка. Это все было очень так сложно, очень мало времени. Но мы все равно успели подготовиться. Сделали танец, дефиле. Не обошлось, конечно, без помощи опытного наставника. Уже 13 лет Татьяна Жилина учит моделей разных возрастов ярко преподносить себя не только на сцене, подиуме, но и в жизни. Уроки фотопозирования, умение учили держаться на сцене, правильно говорить. Как бы придаем им такой определенный настрой. Не строгостью мы берем, а такой какой-то, наверное, действительно дружбой. Прививаем нашим ученикам именно любовь к сцене. Мотивируем их на победы. И, наверное, больше я такой добрый руководитель, но настойчивый. Конкурс длился три дня. Участники подготовили несколько выходов. Речевая визитка, творческий номер и дефиле с парой. Выступление пролетело на одном дыхании. У участников было меньше минуты. За 40 секунд каждый участник должен был себя проявить, себя показать. И вот это было, наверное, в этом конкурсе одно из самых сложных. Потому что времени действительно мало. И за это время надо запомниться всему залу. И как только вступаешь на сцену, делаешь первый шаг, и все, и сразу растворяешься, и волнение уходит. И ты просто начинаешь получать удовольствие. Ты просто кайфуешь от всего происходящего. Наш Барнаулец запомнился. Наград несколько. Гран-при мировая модель и бест модельмен мира. Кстати, корону Антону Воронину вручал сам король гламура. Знаменитый стилист Сергей Зверев. Всего из Барнаула в международном конкурсе приняли участие трое ребят. Награду, кстати, привезла и юная Танила Романина. Девочка стала лучшей моделью мира. Всего на московской сцене собралось 120 ребят из разных регионов и стран. Победители теперь встретятся на конкурсе красоты на Филиппинах уже в ноябре. Мария Костолио, Владислав Ковалев. День с толком. Большой футбол может вернуться в столицу края. Пока проведение домашнего матча 25 мая под вопросом. Причина – газон, который не соответствует игровым требованиям. Как нам сообщили сегодня руководители команды «Динамо Барнаул», через пару дней очередная комиссия Российского футбольного союза приедет с очередной проверкой покрытия и по итогу будет понятно, где состоится игра наших футболистов. Что не так с газоном, выяснял Дмитрий Дроздов. Эти кадры мы снимали в апреле два года назад. А через пару дней здесь была домашняя игра футбольного клуба «Динамо Барнаул». А это сегодняшние кадры. Согласитесь, что поле выглядит лучше, но комиссия футбольной и национальной лиги запретила проводить матчи на главном стадионе краевой столицы. Якобы из-за ужасного состояния газона. Картинка трансляции не будет соответствовать новым требованиям лиги. Связано в большей степени, конечно, с трансляцией футбольных матчей. Будет принято на днях решение о допуске или недопуске данного поля нашего стадиона «Динамо» к проводимым матчам. Связано с погодными условиями, которые не позволили зайти в определенном процентовке травы. И, соответственно, сейчас прилагается большой ряд усилий для того, чтобы, скажем, поле привести в соответствие. Комиссия определила, что на стадионе только 45% травяного покрова. Все остальное пострадало от погодных условий – зимних дождей и обилия снега. Почва очень сильно промерзла. Специалисты клуба ежедневно проводят специальные работы, поливают газон, засеивают проблемные зоны и раскидывают песок. А пока игровой календарь главной футбольной команды «Край» пришлось серьезно поменять. 18-го мы, получается, едем в Казань, играть со вторым «Рубином». Это будет выездной матч, то есть мы поменялись кругами, как и с крыльями советов. У нас пока что не приедет точно в Барнаул в этом сезоне – это Нижний Новгород. То есть там конкретно у нас была у них домашняя игра, и там с ними кругами поменяться не удалось. С «Крыльями» удалось, с «Рубином» тоже удалось, с «Динамо» Киров. Но хочется верить 25 мая, что все-таки мы здесь сделаем большой праздник. Теперь все зависит от решения комиссии. Если стадион допустят, будет праздник. Если же ответ окажется отрицательным, большой футбол в Барнаул вернется только в июне. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. От футбола к хоккею. В эти дни в Ухте, Республике Коми, на льду выясняют отношения 12 лучших детских хоккейных команд мальчишек до 11 лет. Кубок Третьяка собрал солидный список участников. Адмирал из Владивостока, Череповецкая Северсталь, Московские крылья советов и, конечно же, наши скифы с Павловского района. Для всех это большое удивление, что с Алтайского края в 2013 год участвуют в турнире Третьяка. Это достаточно именитый турнир. Алтайский край участвует впервые. Ну и, наверное, у нас есть надежда, что мы выходим в финал и в финале будем защищать свой родной Алтайский край. Все 12 команд стали лучшими в своем округе и теперь сошлись на одном льду. Клубы поделены на две группы. В минувшие выходные скифы из поселка Новая Зори обыграли Северсталь 7-4 и Адмирал 13-2, а также Казанскую волну 3-2. В турнирной таблице скифы уверенно занимают первое место. У нас все получилось, над чем мы работали на тренировках, особенно большинство, 5-4, плюс игра в давление. Ну и совершенно очень мне понравилась эта работа вратарей. Мы ничем не хуже, чем команды Центрального округа, либо Москвы. И на этом у меня все новости. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok